Суть нашего сбора стоит в том, что периодически на лыжно-роллерной трассе, на лыжного стадиона происходит столкновение с гуляющими гражданами. Спортсмены, для того, чтобы не повредить себя и не повредить гуляющего гражданина, приходится просто сворачивать с трассы и у нас, как говорят, вылетать за пределы роллерной трассы и получать серьезные травмы. И, собственно говоря, сегодня тренерский состав по лыжным гонкам, тренерский состав по биатлону собрались для того, чтобы обсудить этот вопрос и выйти с предложением на администрацию города, области, общественной палаты, для того, чтобы этот вопрос урегулировать и сделать, по крайней мере, то, что должно было быть на лыжном стадионе. Это, в первую очередь, ограждение и пешеходные дорожки для граждан. То есть это, по крайней мере, будет предостерегать прохождение граждан на лыжный стадион во время тренировочного процесса и во время соревнований. Тренера, которые сегодня собрались, их можно понять, дети, которых они тренируют, они получают травмы и выходят просто из строя, но и потом это риск для жизни, конечно. Я понимаю их прекрасно и каждый тренер боится здоровья своего спортсмена. Вы считаете, что если оградить стадион именно забором, то люди, местные жители, а также просто гости города или просто гуляющие, они не будут сюда заходить? Или все равно будут возникать данные конфликтные ситуации? Ну, вы знаете, тут, конечно, если все оградить, то мы, по крайней мере, обезопасим своих спортсменов вот от таких инцидентов, которые происходят при столкновении. Проникновение, оно, конечно, может иметь место, но, по крайней мере, не такое массовое, как происходит сейчас. Как часто все-таки происходят такие происшествия, вот в год примерно в среднем? Ну, в районе 10-ти это точно. И каждый раз эта травма тяжелая или... Вы знаете, у нас в прошлом году спортсмен получил очень серьезную травму, потерял сознание, когда падал, и его бессознание на реанимационном мобиле отправили в больницу. И там пришлось его реанимировать и зашивать височную область. Ну, написать обращение в областную общественную палату с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать содействие в устройстве ограждения и вообще безопасности лыжного стадиона. Будут ли в дальнейшем такие же письма разосланы министру спорта и комитет спорта? Да, министру спорта. Министру спорта уже такое обращение написано от Федерации лыжных гонок Саратовской области. И предварительно был с ним разговор, была встреча, был разговор и его инициатива была, чтобы это письмо было написано для дальнейшего разбирательства. В принципе...